Ну, наконец-то, наконец-то пришёл дождь. Прольёт всё, наконец-то. Так долго мучился, так долго, так долго он собирался с мыслями, с силой. Хороший дождик такой. Наконец-то. Спасибо, что пришёл. Прольёт, надеюсь, теперь сад хорошенько. Фуфи за дверями ляукает. Дружок, а ты где? Фуфи. Бежит зайчик, бежит, бежит, бежит. Ой, намочился, боже дитя. Иди сюда, иди в домик свой. Домой нельзя. Иди сюда, иди. Иди в свой домик. Иди в домик. Зайчик. Боится воды, как страшно божьи кары. Вот теперь газон может подрастёт. Растения напьются воды вдоволь. Хороший такой, грибной дождик. Хвостатый нашёл свой домик. Ну как, Фуфи? Всё, успокоился. Вот так размякался. Покушал. Всё, теперь сиди в домике. Дождь ещё идёт. Хороший такой. Лей, лей, не жалей. Всем, друзья, доброе утро. Меня зовут Катя. С возвращением в наш итальянский сад. Сегодня у нас с Фабио, с моим мужем, будет задача восстановить арку. Будем вам показывать, что у нас получится. Эта арка уже ждёт нас достаточно долго. Уже около двух лет, мне кажется. И сегодня Фабио решил достать. И мы сегодня начнём её устанавливать. Вот уже несу некоторые части. Это такая же арка, как у нас вот здесь. Вот точно такая же арка цвета антрацит. На неё мы хотим заплести плющ жёлто-окамлённый и купленный в Lidl Climatis Vildelion. Арка будет находиться у нас вот в этой части. Сделаем основание вот здесь вот рядышком. И будем высаживать потом растения. Редактор субтитров А.Семкин по итогу крутились-вертелись с этой аркой и решили всем установить перед трубой. Мы хотели сделать так, чтобы трубу закрывала эта арка, но там по сантиметрам не влазит. Но и так красиво. Получится, что впереди стоит арка, потом труба для слива. Фаби открывает гараж. И смотрите, какой вид, когда поднимаешься по вот этим лестницам. Сразу вид на дорожку, на вот этот японский фонарь, на мостик и на красивую гортензию. Сейчас будем думать, как фиксировать эту арку. Буду вам показывать, что у нас сегодня получится. Сейчас у нас задача это зафиксировать с помощью опалубки камни. Вот мы уже будем выкладывать. Вот так фабиопалубку сделал. И выкладываем цемент, чтобы у нас вот такая вот дорожка шла из камней. Вот из таких камней. Затем смогу я дальше уже доложить камни. И то есть лестница вся будет завершена. Это нам нужно сделать для того, чтобы зафиксировать эту арку. Когда все доделаем, здесь можно будет уже посадить растения. Клематис и вот этот плюч красивый, регатный. Но пока занимаемся здесь. Даже не верится, друзья, что мы занимаемся этой аркой. Эта арка ждала нас больше двух лет, когда мы тут все сможем доделать. Ну вот так. Неожиданности и радости. Сейчас будем дальше продолжать с цементом работать. Вот что за вчера у нас получилось с фабио сделать. Установили мы, значит, ряд камней вот таких квадратиков для арки. Замостили плитку вот эту, увеличили. И доложили здесь тоже бордюр и камни. Сегодня мне нужно будет их заделать швы. И вот уже, смотрите, какая лестница широкая получилась, ступенька. Раньше была она где-то вот здесь. В Уфе прибежал. Ух ты, зайчик. И уже начали выкладывать наконец-то подпорную стенку. Смотрите, как у нас уже получился один ряд, угол. И вот уже мы второй тоже положили. Наконец-то мы выкладываем эту подпорную стенку. Видите, какая у нас тут вот картина вырисовывается. Получается, что доложим стенку ввода этого уровня. И вся вот эта земля будет закрыта. И доведем до вот этого места. Здесь вот будет стоять арка. Будет очень красиво. Сегодня будем продолжать. У нас не так много времени есть. Но что-то сделаем. Работа у нас продолжается. Выкладываем уже несколько камней от этих плит, блоков. Очень жарко. Солнце у нас с этой стороны. До часа дня где-то палит, жарит. Я буду завтра сама делать без Фабио. А сейчас помогаю с этой подпорной стенкой. Даже не верится. Я даже не думала, что мы все-таки так быстро соберемся ее делать. Мы боялись, не знали с чего начинать. Потому что тоже, знаете, без опыта. Тут очень важно сделать уровень правильный. Что все шло под один уровень. Все ровненько. Очень страшно было начинать. Очень страшно было начинать. Все. 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 Соседям. Все. не мешать. Немешать своими резаниями. Болгаркой. Пилкой. Тут. В общем. Такими работами шумными решили оставить на эту субботу. Но вот уже какой-то вид имеет уже хотя бы очертания. этой подпорной стенки можно заметить. Вот так это все выглядит в общей картине. Даже не верится, что действительно мы так быстро продвигаемся. У нас сейчас 40 градусная жара наступает. Очень жарко, растения страдают. Мы страдаем тяжело. Приходится поливать растения даже по два раза в день. Ну что поделать? Лето пришло. Возможно, скоро переместимся в гараж. У нас там будет работать один работник. Нанимать будем человека для того, чтобы там штукой туристин и побыстрее все сделать. Фуфи охотится. Дружок пирожок. Вот, друзья, такая у нас картина в саду. Такие у нас небольшие продвижки в этой части сада. На днях обрезала вот этот красивый был шалфей варегатный. Не знаю, почему он у меня здесь просто высох. Я его подрезала, удобряла, но не знаю, почему он решил засохнуть. Обрезала, может быть, и что-то с него еще вырастет. Цинии тоже страдают от жары. Вот, цветет. Первая циния. Зацветает уже еще одна. Вот это будет тоже интересный цвет. Темный, наверное. Поливать приходится очень часто. А я сейчас, смотрите, как цветет красивый седум. Даже не знаю название, просто где-то в горах гуляли. Я вообще, отщипнула кусочек. Вот, желтым таким цветет красиво. А еще вам покажу, что обрезала тоже вчера. Уже в темноте, пока солнца не было, жара. Обрезала вот эти котовники. Уже отцвели. И открылся, наконец-таки, миджулип. Красивый. Будет статно здесь выглядеть со временем. Смотрите, как тут пчелы. Теперь нету им где брать нектар. Летают уже на чем остался. нектар. Вот, смотрите, какая ромашка скоро зацветет. Поу-у-у-айт. Думаю, со временем я ее перемещу в другое место. И отчиток красавицы. Отчиток Autumn Fire. И еще пройдем в эту часть сада. Тоже покажу здесь шалаш, что устроило укрытие для растений, потому что помидоры, огурцы просто варятся на солнце, обжигаются со страшной силой. Вот, видите, обычно листы у меня все поникшие. Вот, ситуация тут патовая. Вон там вижу огурец уже созрел. Мы уже свои огурцы кушаем. Видите, какие здоровые. Уже можно собирать там еще один в глубине. под таким укрытием растения хотя бы не сварятся. Перца вот не хватило. Укрытие нужно будет докупить завтра. Завтра поедем в строительный магазин. Думаю, что эту пленку, эту, ну, это спонбонд такой легкий нужно докупить остальным растениям. Лаванда еще цветет. Агератом интересное растение. Высаживала семенами, пробовала первый раз. Они очень доступные семена. Они там и в Лидл, и везде продаются. Очень легко сеются, очень легко выращиваются, сходят очень хорошо и цветут красиво. Вот я вам покажу. Вот, смотрите. Такой интересный цветок. Вот. посадила вместе с бархатцами. Выглядит симпатично. И лаванда еще цветет. Цветет и радует нас. Вот, друзья, такой у меня огород на середину июня. Ух, сейчас вернулась только с улицы. У нас просто пришла 40-градусная жара, очень жарко. Хочется быстрее охлаждаться, быстрее прийти домой. посидеть, выпить какой-то охладительный напиток. Пришла просто жара в 40 градусов. Растения страдают, страдают растения, страдаем мы, животные. Хочется поливать растения по два, по три раза в день, потому что такая жара убивает все живое. страдаем мы. Работать на улице сложно, за неделю не так много поделаешь. Какие-то такие моменты я вам показываю в видео, ждем следующих выходных. На выходные с Фабио что-нибудь дальше продолжим. Мне кажется, может, и сделаем подпорную эту стенку, установим эту арку. Я вам все покажу, друзья. Выходные у нас только бывают субботы, воскресенье. В воскресенье не хочется пилить, мучить соседей всякими шумными работами. Приходится работать так украдкой, где-то что-то подпилить, повторить, чтобы, знаете, не шуметь. Каждые выходные там все, думаешь, бедные наши соседи, которые мучаются от нас, от соседей, которые стройку ведут. Тоже шум гамма здесь постоянно идет. Вот. Сейчас, кстати, вернулась из парикмахерска, обновила немножко цвет свой, посвежее сделали мне. Перед у нас выходные, отпуска. У нас всякие праздники, эти средневековые выезды, поэтому хотелось обновиться, что-то сделать поярче, изменить цвет. Вот. С Фабио на мой день рождения в июле решили прокатиться по Германии пару дней, отдохнуть, заехать в Берлин, посмотреть все достопримечательности. Вот. Такие у нас друзья дела. В общем, будем что-то делать, вам показывать. Жара, конечно, нам не дает особо ничего поделать на улице. Возможно, переместимся в гараж, там тоже куча работы. У нас, кстати, в эти выходные должен прийти рабочий, который нам сделает там стенки, почту, который это выровняет. Наконец-то так в Италии очень такая серьезная проблема с рабочими, которые могут, ну, наемные рабочие, которые могут по ремонту там что-то за денежку вам сделать. Молодежь, как говорит, свекровь и свекр не хотят работать, учиться такому мастерству, а уже те рабочие, которые у нас есть здесь в округе, они все заняты на много-много месяцев вперед. Там отсек нашел одного рабочего, который только в январе сможет там что-то нам поделать. Вот. Но ждать, конечно, и особенно я, так я вообще такая нетерпелива, мне хочется все быстрее, быстрее, быстрее закончить, наслаждаться наконец-то, не растягивать эту резину, мне хочется уже быстрее все наслаждаться ремонтом, наслаждаться своей работой. Они так не растягивают, знаете, по месяцам, по неделям, но приходится подстраиваться. Вот, друзья, пишите, что вы, как вы проводите лето, куда собираетесь в отпуск, может, куда-нибудь к речке, я бы с удовольствием поехала бы к речке моей маме в деревню посидеть вот такой не морской воздух, а вот именно речной, возле речки посидеть в нашей любимой речке Неман, хотя она там такая грязная уже стала. Вот, мутная, но давно уже не была возле речки. Но, кстати, мы живем возле моря 30 минут на машине, но один был год, когда мы вообще к морю не приехали ни разу за один год. Были каждые выходные в работе, все что-то, копашка, пошили, сделали, вот, и полный год был, когда мы на море вообще не добрались ни разу за лето, вот, но в этом году, надеюсь, мы туда съездим. Вот, конечно, самые классные места возле моря, там нужно бронировать отели, на 10 дней, так по-тихому походить, погулять, на расслабоне, а не так, знаете, на машине съездил, полчаса вернулся, конечно, это не то. Вот, и цены в такой туристический сезон очень кусаются, такие кусучие, кусачие цены, как я называю. Вот, ну, что поделать, туристы любят море, море любит туристов. Вот, друзья, такие у нас дела за неделю, буду вам снимать, показывать. Кстати, отдельно, отдельно хочу отметить моих любимых зрителей, моих любимых подписчиков, которые мне оставляют всегда хорошие комментарии, всегда люблю читать, как вы пишете, хорошие, добрые слова, всем хейтерам, не хейтерам, тоже большое спасибо за комментарии, комментарии продвигают канал, вот, не щадите своих лайков, подписок, подписывайтесь, друзья, у нас впереди тоже всего куча интересного, у нас проекты движутся, потихоньку надвижутся, надеюсь, мы скоро закончим сад, доделаем, добоустроим, и будет вам что показать, в общем. Спасибо, друзья, за просмотры, за комментарии, за лайки, увидимся в новом видео, всех обнимаю и целую крепко-крепко, до встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok